Андрей Мазаков проходчик на шахте Хакаска компании СОЭК. Несколько дней назад он узнал, его ждет командировка на Дальний Восток. Сначала мужчина обрадовался, хорошо заплатят, но потом узнал, отправляют бессуточных из среднего заработка. Такие условия поставили еще трехстан проходчикам. Директор говорит, что если ты не поедешь в Чигдамын, кто не поедет в Чигдамын в командировку, вы будете все под сокращение. Составили для этого бумагу, она лежит на участке, и каждый должен поставить свою роспись, отказываешься ты, либо согласен. Схема якобы такая, шахтеры берут отпуск за свой счет и едут на Дальний Восток. При таком раскладе это уже не командировка. Суточные средние зарплаты не положены. По подсчетам горняков они лишаются порядка 60 тысяч. То есть им заплатят только то, что они заработают непосредственно на Дальневосточной шахте. А там, говорят шахтеры, в месяц выходит всего 20 тысяч. Уехать. Оставить семью, двое детей. Без зарплаты, как получается. За свой счет. Взять кредит, что ли, и поехать туда. А смысл? Шахтеры говорят, дирекция жалуется на плохой сбыт угля. Вот и решила сократить расходы. Так ли это на самом деле, руководство шахты не сообщает. Однако на предприятии, по словам шахтеров, регулярно проходят собрания угольщиков с руководством. Собрание проходит на территории шахты, но туда нас пускать не захотели. Объяснив, что шахта – это объект повышенной опасности. Кстати, компания «Суэк» не подтвердила и не опровергла тот факт, что собрание проходит как раз по поводу возмущения шахтеров. О том, что на самом деле происходит на угольном предприятии, компания «Суэк» пообещала рассказать уже в ближайшие дни. Шахтеры оказались разговорчивее. После собрания горняки рассказали. Дирекция «Суэка» резко сдала назад и готова отправить людей на Дальний Восток. Именно в командировку, как положено по закону, с уточными и сохранением среднего заработка. О сокращении руководства компании тоже уже не говорит. Анастасия Павлова, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.